Бабушкины секреты Очищенный картофель на воздухе быстро темнеет, поэтому его надо сразу же опустить в холодную воду. Нельзя оставлять надолго в воде очищенный картофель, при этом теряется часть крахмала и витамина С. Мягкость грубеет, картофель плохо разваривается. Молодой картофель легче чистить, если предварительно несколько минут подержать в холодной воде. Для пюре молодой картофель не годится. Его подают в отваренном виде со сметаной или сливочным маслом, посыпав мелко нарезанной зеленью укропа. Печеный в кожуре картофель подают горячим целыми клубнями. Такой картофель лучше сохраняется витамин С. Чтобы он не лопался, предварительно накалывают вилкой. Сваренный в кожуре картофель легче очистить, если его сразу же обдать холодной водой. При варке рассыпчатых сортов картофеля для винегретов и салатов в воду рекомендуется добавлять огуречный или капустный рассоль. Очищать и нарезать надо теплым. При варке картофеля рассыпчатых сортов в воду солите примерно через 15 минут после закипания. Такой картофель лучше всего варить на пару, так как сваренный в воде он становится водянистым и невкусным. Если картофель нужно сварить побыстрее, положите в воду ложку маргарина. Чтобы сваренный картофель был вкуснее, положите в воду лук, 2-3 зубка, чеснока и лавровый лист. Варите картофель на умеренном огне. Если варить на сильном, снаружи картофель разваривается и лопается, а внутри остается сырым. Клубни для варки надо подбирать приблизительно одинакового размера. Картофель в молоке готовят незадолго до подачи, так как при длительном хранении вкус его ухудшается. Чтобы пюре получилось пышным, разведите его горячим молоком, добавьте масло и взбейте. Пюре будет гораздо вкуснее, если приготовить из тщательно обсушенного картофеля или из картофеля сваренного на пару. Если же горячий картофель протирать с отваром, то пюре получится не таким белым и пышным. Чтобы на картофельном пюре при хранении не образовалась пленка, полейте его растопленным маслом. Если картофель при жарке на плите не дошел до полной готовности, поставьте его на несколько минут в духовку. Жареный картофель солите, когда он будет доведен до полуготовности. Он получится сочным и вкусным. Прежде чем погрузить в фритюр картофель, надо тщательно обсушить, так как влажная поверхность замедляет образование корочки. К тому же она получится неравномерной. Обсушить картофель можно, разложив его тонким слоем на полотенце. Во время жарки картофель надо периодически помешивать. При панировании картофельных котлет нужно следить, чтобы панировка не закатывалась в изделие, иначе при жарении они будут разваливаться. В подготовленную для картофельных котлет массу можно добавить пассерованный репчатый лук 60 г на 1 кг картофеля. Добавляя в картофельную массу яичные желтки, следует помнить, что ее температура должна быть не менее 50 градусов, иначе желтки свернутся и не свяжут картофельное тесто. Чтобы картофельные крокеты лучше обжарились и сохранили свою форму во время жарки, их следует погружать в жир, нагретый до температуры не ниже 170 градусов, и укладывать в один ряд с промежутками. Чтобы раскатать клейкое картофельное пюре для рулета, стол и скалку нужно хорошо смазать растительным маслом. Противни, на которых готовят запеканку, должны быть не только хорошо смазаны жиром, но и посыпаны молотыми сухарями, чтобы запеканка не приставала к листу. Картофельная запеканка и рулет будут иметь красивую поверхность, если перед запеканием смазать их яйцом. Посыпать сухарями и сбрызнуть жиром. Чтобы картофель натертый для приготовления оладий меньше темнел, влейте немного горячего молока. Чистить картофель следует ножом из нержавеющей стали. От соприкосновения с железом витамин С разрушается. Чтобы получить воздушный картофель, необходимо нарезать его ломтиками, опустить на 3 минуты в кипящий жир, не допуская образования румяной корочки, затем вынуть и вновь опустить в еще более разогретый жир. Картофель при варке должен быть покрыт водой не более чем на 1 сантиметр. В картофеле, сваренном в кожуре, витамины сохраняются лучше. Его используют для салатов и винегретов. Бабушкины секреты.